Сегодня у нас такой десятый завершающий эфир. Когда-то, лет 10 назад, в России, в Москве в частности, считалось, что урбанистика — это архитектура. Мне кажется, многие до сих пор считают, что урбанистика — это только архитектура. К счастью, с помощью наших мероприятий, наших книг и активаций, мы рассказываем о том, что урбанистика — это, конечно же, не только архитектура. Но очень важна её часть, потому что именно архитектура и комфортная городская архитектура формируют город комфортный для жизни. У нас тема была заявлена, и мы, конечно же, поговорим о будущем архитектуре, о том, что такое комфортная городская архитектура. И наш гость — это архитекта, партнёр архитектурного бюро Анастасия Рычкова. Ура! Теперь я вас вижу, да, хорошо. Добрый вечер. Спасибо большое, что согласились поучаствовать в нашем прямом эфире. Сегодня он у нас такой десятый юбилейный и последний в этом сезоне. Мне кажется, что уже это не очень актуально, потому что все постепенно выходят на улицы, занимаются своими любимыми процессами, и можно как-то по-другому взаимодействовать. Мне казалось, что про архитектуру мы должны были начать говорить с самого начала, потому что город, он немыслим без архитектуры, да, без формирования правильной городской среды. Но мы постепенно к этому шли. Анастасия, скажите, пожалуйста, что такое комфортная городская архитектура? Ну, наверное, я представлюсь, да. Я архитектор и партнер архитектурного бюро «Дружба», и также я автор и куратор образовательных проектов в нашем образовательном проекте «Драконопроект», такая тавтология, и наш фокус в основном на общественных пространствах, на комплексном развитии территории, на социальных, общественных объектах, и также на среде, которая адаптирована под потребности детей. Наша основная, ну, одна из специализаций – это стык архитектуры и образования. Для нас в этом очень большой интерес, и также создание кросс-дисциплинарных команд, что помогает нам создавать сложные, нетривиальные проекты. Тут напрашивается сразу много, на самом деле, вопросов. Начну постепенно. Когда вы перечисляли о том, чем занимается ваше бюро, конечно же, я перед эфиром, и не только, а вы наши неоднократные гости нашего фестиваля, посмотрела еще раз ваше портфолио проекта, есть такое четкое, понятное направление – это социальная архитектура, архитектура для детей. И, кстати, для меня было открытием, что «Кони на балконе» – архитектурный проект, который я когда-то про него слышала на Плутоне, на Artplay, что вот есть такая команда, которая собирает детей и вот как раз смотрит, как они воспринимают город, без подсказок не учат их ничему, а больше формирует им то пространство, где они развиваются творчески. И вот мы в 2018 году на фестиваль как раз привлекали. Но вот для меня реально было открытием, что это вы, а теперь это перетрансформировалось в драконопроект. Правильно я понимаю? Да, да. Да, то есть мы переродились и стали, из коней стали драконами. То есть это две параллельные организации, где мы партнеры задействованы и там, и там. И часто работаем на стыке, и часто наши проекты, ну, наши экспертизы в том числе – это наши кейсы успешные, это проектирование с детьми, проектирование школьных дворов с детьми, создание с детьми пространства, экспонационными соавторами. И для нас это большой интерес. И такая обширная тема «Город для детей» для нас тоже очень важна, потому что мы считаем, что дети также могут проектировать и с самого раннего возраста могут участвовать в проектном процессе и им есть что сказать. Также мы участвовали в конференции «Меня забыли спросить» на стрелке в прошлом летом, и там наши студенты и как раз подвергали некоторые стереотипы, что дети не могут высказывать своего мнения, ну, маленькие дети, не могут проектировать что-то, и они могут принимать какие-то проекты и просто быть пользователями. Да, вы на самом деле этим ломаете стереотипы о том, что детям позволено, скажем так, не просто похулиганить, а сформировать свою позицию относительно среды. И это на самом деле очень важно. Хотела спросить, у вас же там по группам, по возрастным, есть какое-то понимание, когда у детей происходит этот прорыв, в какой момент нужно вытаскивать именно вот это формирование, когда поздно, когда еще слишком рано, ну, на основании опыта? Ну, мы сейчас работаем с маленькими детьми, но там у нас есть направление Дрококо, Дрококо, где дети с двух-трех лет, ну, скорее с двух, и мы работаем также с подростками, и сейчас еще и с взрослыми. То есть мы хотим наше образовательное управление развивать, и методики работают, ну, мы уже на подростках, многие из них и со взрослыми, и очень хорошо работают. И есть большой вопрос, поэтому мы расширяем, расширяем поле и курсов, и шоков, делаем это разнообразно. Конечно, для каждой возрастной группы каждой возрастной группы свои особенности и свой подход, но не меняется одно, что мы с детьми и со всеми остальными разговариваем на взрослые темы и получаем обратную связь. Так что никогда, ни рано, ни пусто, как кажется, с самого начала надо задавать вопросы и слышать мнение. Это позволяет, как нам кажется, детям формировать в детях каких-то осознанных взрослых, которые осознанно относятся к детству города и к проблемам, которые возникают. В том числе вот сейчас у нас есть интернатура с подростками, с которыми мы обсуждаем насущные вещи, которые сейчас происходят в пространстве. И они, как молодое поколение, тоже высказывают свои предположения, куда же все это нас приведет. И они, как такая молодая кровь, становятся нашей, в том числе, экспертной группой и в наших проектах, и в наших... Ну, их мнение продолжается в нашей архитектуре. Расскажите, расскажите, пожалуйста, очень интересно, о чем вообще сейчас, как дети воспринимают, потому что это на самом деле очень важно. И я там сама, как мама, даже просила консультировать ребенка у психолога в какой-то момент, потому что ты пытаешься объяснить очень взрослые вещи. На данный момент 7-летнему ребенку вроде бы понимаешь, но непонятно, почему нельзя пойти просто в школу, увидеться с одноклассниками или сходить в кино, например. Очень интересно как раз, что говорят дети. Поделитесь, пожалуйста. Ну, дети, подростки... Подростки, да, не очень любят, когда их называют детьми. Они называют себя... Подростки где-то 12-15 лет, да? Ну, 11-17, да, наверное, такой критерий. И, наверное, к нам приходит к нам, наверное, так тенденция, что у них... Что они очень осознанно... И вот сейчас, что я вижу, происходит один из проектов «Дети учат детей». То есть когда подростки, либо ребенок, там, 7-8 лет, устраивает суммы для своих друзей, одноклассников, где он их учит какому-то навыку или рассказывает им про какую-то свою точку интереса, и у них стыдуют комьюнити. Это, конечно, очень интересные процессы, они не завязаны на нас, просто у них происходит... когда создается образовательное поле, вот эта культурализация стала каким-то стимулом для поиска новых детей и каких-то образовательных... поиска образовательных потоков, да? И они могут, даже дети, дать друг другу какие-то очень важные знания. Ну, конечно, очень волнует изоляция, ну, это невозможность быть вместе, наверное, для всех нас. Это очень важно, для молодежи. Молодежь и тусовка – это одна из таких важных вещей, вот. Но, как мы поняли, за два месяца прошли в Zoom такие вечеринки, конференции, Дни Рождества. Ну, это, конечно, не может быть любого общения, но это позволяет быть на связи и поддерживать дружеские встречи и дружеские объятия. А вам не показалось в процессе общения с подростками, что они, конечно, более быстро адаптировались в эту цифровую, скажем так, онлайн-изоляционную сферу? И, скажем так, возможно, я вот, например, слышала там доклад нашей школы о том, что детям начальной школы было тяжело онлайн заниматься, вот. А после шестого класса даже понравилось учиться больше онлайн, то есть они все равно созванивались, они общались, они получали тот процесс, но не то, чтобы они очень сильно горели вернуться в школу физически. Вот это наталкивает на мысль, нужны ли будут те пространства, которые создавались и создаются, которые там сейчас так или иначе какое-то время были опасными, наверное, таковыми пока являются, пока это действительно сильно не пошло на спад, когда люди встречаются в общественном месте, проводят время, как-то контактируют, потому что, мне кажется, лет пять это просто какой-то действительно случился бум, и в каждом крупном городе России появилось место сосредоточение молодежи, место сосредоточения, где все люди гуляют, и это не только набережные, это какие-то парки, это какие-то открытые каворкинги, места, где всегда было много людей. Вот очень интересно, как сейчас постепенно в эти места будут возвращаться, как они будут функционировать, нужно ли их каким-то образом перестроить, переконструировать, и какой запрос у общественных мест будет в будущем после этого, для того, чтобы мы с этим справимся, но невозможно не учитывать тот факт, что что-то подобное может повториться, и мы к этому, конечно же, должны, будем готовы, и архитектура, и пространство, конечно же, тоже. Вот, что думаете на эту тему? Ну, да, сейчас по всему миру, да, различные архитектурные сообщества, социологи, политики и так далее, очень много высказывают положений, и то, что я вижу в нашем подчетном пространстве, да, потому что здесь происходит много процессов, которые, да, неизбежно влияют на общественные пространства, то есть уже, мне кажется, в будущем не будет просто красивых и привлекательных пространств, а на них будет накладываться возможное повторение ситуации, ну, то есть проектирование будет складываться из нескольких слоев, в том числе и слой, надеюсь, будет привнесен экологии, устойчивого развития и так далее, все эти новые тренды, они станут более, более, мне кажется, емкими и реальными, вот, но из таких глобальных тенденций, вот вы говорите, сейчас существенный отток произошел из центров, из, ну, в основном из центра города, да, каких-то социальных активностей, да, отток населения в пригороды, во всех городах очень сильно ощущается, но другая тенденция, что освобождаются площади и жилье и аренда становятся в центре дешевле, и это возможность перезагрузить какие-то пространства, то есть творческая молодежь, творчески активные ребята и сообщества возможно будут заполнять эти пространства, и это даст им какую-то временную, а может быть постоянную перезагрузку этих районов или центральных мест, возможно, это, ну, также возможно многие компании и это тоже огромный резерв площадей, которые находятся в центре и в крупных городах, это тоже очень большой резерв по площади, который возможно займут другую компанию. Мы в нашем бюро с нашими архитекторами, с нашими францами отправили такой небольшой форшок и сочетания на эту тему и фантазировали про какие-то определенные пространства, неописуемые новую типологию выставочного пространства. Архитектор все время потому что во время пандемии, мне кажется, произошел такой качок людей разбитых хобби, творчества, очень много то, что я вижу и моих коллег, и у меня самой, каких-то инициатив и столько продуктов было рождено за это время, что очень хочется рекоментировать и выходить в офлайн. Возможно, это будет какими-то нетривиальными галереями, которые будут спонтанно взлетать в каких-то покинутых пространствах. Это какая-то наша мечта мысль на будущее. Сейчас как никогда такое время, когда начинают пересматривать в том числе архитекторы какие-то характеристические концепции по развитию городов и что происходило с городами после каких-то значимых эпидемий, какие процессы происходили, но неминуем люди возвращались в города и города реагировали. После каждой дни высказывались мнения, что город умрет как кристальная единица и было очень много проектов по пригородному расселению. Когда ты из пригорода, но все равно город такой узел, где сосредотачивает структура, культура, инновации, архитектура и какая-то движущая сила, она все равно возвращается в город и мне кажется, это точно не изменится. Но в таком формате многие мокрые разные городов пересмотрели свою политику не только в концепции экологической и так далее, но и в пространственном плане, мне кажется, это два процесса. То есть два процесса. Один процесс от администрации городов, а другой менее плотная застройка? Вы имеете в виду менее плотное расселение какой-то людей? Я конкретно имею в виду про перезагрузку, какие-то программы, которые уже начинаются, были начаты администрацией, но сейчас есть возможность переосмыслить немножко подход к этому. процессы, которые были в зачаточном ключе, существовали. Это и касаемо вывода автотранспорта из центра, расширение и увеличение количества пешеходных улиц, когда улица имеет не одну функцию, она трансформируется в зависимости от дня недели, времени, события, то есть она может быть пешеходной, рынком, внешнего использования, автокрасной. Как вы относитесь к платному въезду, например, в центр? Потому что такие идеи возникали не раз, но мы все понимаем критическую волну, которая пойдет на этот счет. Что думаете? Ну, личное мнение, поэтому... Мы очень часто сталкиваемся с автомобилистами, и вот у нас сейчас есть проект, в котором мы преобразуем дворовые пространства Москвы, и там всегда вступлено коммунити автомобилистов, и это очень большая задача помирить мам с детьми, которые хотят больше пожилого населения, и автомобилистов это такой парный танец, архизектор танцует танец, чтобы вязать третьи группы населения. Можно я тогда добавлю хорошие кейсы, например, Япония и Токио, если даже говорить о безопасном городе, начинать город для детей, это безопасный город, это когда дети могут мобильно как-то спокойно перемещаться, например, от школы домой, и, конечно, не только в рамках этого, но бешеные налоги на машину, и просто так там взять в кредит машину, и ехать для меня было шоком в понедельник рано утром ехать из аэропорта по абсолютно пустым магистралям, и, естественно, мой первый вопрос был, и я читала много про это, но когда ты видишь это вживую, о том, почему такие облегченные магистрали при подъезде в центр города, в самом городе, то есть ни разу не столкнулись с какими-то бешеными пробками, потому что доступность автомобиля, она нелегкодоступная, да, то есть у тебя есть общественный транспорт, у тебя есть другие средства передвижения, и, скажем так, тут как раз ограничительные вещи, прежде чем купить машину, ты много раз подумаешь, как бы стоит это сделать или нет. Ну, наверное, ключ в том, что, это все равно ключ в том, чтобы не не убрать автомобили просто из центра механические, наверное, это не решит проблему, а, наверное, это комплекс мер, которые, ну, в рамках которых будет налажена эти общественные транспорты, ну, то есть это большой-большой транспорт, транспортный вопрос, когда сделаны выделенки, когда будут спроектированы непрерывные пешеходные и веломашюты, и тогда население, наверное, сможет отказаться от личного автомобиля и сфокусироваться на личном транспорте в виде там электросамоката или велосипеда. Сейчас это психологически сложно, потому что я думаю, что инфраструктура пока, ну, конкретно в Москве и в России не очень к этому подготовлена, да, уже многие такие делаются, и я думаю, что тем более сейчас конкретно, то есть многие опасаются ездить в общественном транспорте и пересели. Становились как раз на мобильности, да, и на том, что инфраструктура должна, транспортная инфраструктура должна располагать, собственно, к ее использованию и к связанности для того, чтобы как-то освободить дороги. Но привычка людей пользоваться автомобилем, даже, мне кажется, при самом обновленном, при самом связанном, скажем так, при связанной системе, она все равно есть у людей. Это вот как с тем, чтобы сортировать мусор. Ты должен научить, и это сложно, и это действительно больше подаются как раз такие дети, молодое поколение, когда ты объясняешь, им, скажем так, понятней, почему они должны там, не знаю, что-то сделать, несколько шагов побольше или от чего-то отказаться, чем, например, более старшему поколению, которого, слава богу, в Москве очень много, да, есть программы по их поддержке, но все равно использование автомобиля так или иначе существует. Это вот как раз, наверное, важно заложить сейчас основы на будущее, чтобы получить, получить в дальнейшем, скажем так, некий эффект, потому что, как любит говорить Марат Шекерзянович Хуснулин на каждом нашем форуме, если бы мы ничего не делали, Москва давно бы встала в одну круглосуточную пробку, вот, но хотелось бы, наверное, большего какого-то. Ну, конечно, молодежь и более, молодое население, оно более гибкое к изменениям, но я вот, например, вспоминаю, что не так давно нас купили везде, в том числе в общественных пространствах, а в кафе, и это было нормой, да, и это очень было болезненно, и многими не принималось, это новая тенденция, сейчас это новая норма, и ни у кого не вызывает вопрос. Мне кажется, все изменения, важно их делать, не признать средства движений, мы много работаем с сообществом, поэтому очень важно объяснять, почему это происходит людям, что у них выбирается, и что они получают, и это очень важный такой процесс взаимодействия, то есть не односторонний процесс, когда внедряются какие-то меры, и, естественно, не объясняется, зачем это. Вот, это не противодействие у людей, когда с ними выходят в залог, в дворах, и так далее, существующего проектирования для этого и придумано, чтобы наладить конкретные дни, и чтобы новые пространства, новые меры были приняты, и активно поддерживались жителями. Поэтому, мне кажется, это новая тенденция про соучастие, про диалог с социокультурным и программированием, это очень важная тенденция, которую нужно развивать, и, мне кажется, сейчас очень многие архитектурные фирмы, ну, для всех фирм это одна из компетенций, которыми они как бы уже обязаны обладать, чтобы делать комплексные проекты. А скажите, пожалуйста, вот с учетом пандемии, запрос заказчика как-то скорректировался на те проекты, которые были в концепции, да, которые там проходила какая-то итерация, вы были в процессе, и вот случилось то, что случилось, запрос изменился, появилось новое техническое задание какое-то, какие-то коррективы? Ну, очень много процессов происходило, да, все вроде бы ожидали, но не ожидали, и, да, были моменты, но у нас есть общественные объекты, есть городки, есть и частные дворовые территории, да, то есть, мне кажется, не знаю, насколько это эффектно для города, но заказчик, заказчик, фокус заказчика сместился на такое кустеризирование, на обособленное создание комьюнити ограниченных пространств, например, закрытый жилой комплекс, раньше не установился бизнес-класс, теперь, мне кажется, являлись запросы у всех категорий людей, чтобы объективить людям там жить, какую-то свою среду и автономное существование, что сейчас супер-важно, и вот это создание такого соседского сообщества, что люди имеют возможность, раньше у многих был фокус направлен в центр, да, то есть, работа, там, общение, сейчас фокус сместился на соседское сообщество людей, которые находятся в районе, и скорректировался запрос, например, и на дворовой территории, скорректировались внутри районов, да, раньше пространство общественное в основном, ну, просто на общественное пространство в центре сейчас есть вопрос на общественное пространство внутри района, потому что жители вдруг обратили внимание на пространство, где они живут, вот, начала растворяться такая нетная районная антропология, как мы называем, люди стали больше гулять, обращать внимание, что же рядом с ним находится, и это, конечно, очень важный момент, даже вот у нас был такой виршоп маршрут центровертов, когда создаются приложения на телефоне, где пользователи обозначают малолюбные маршруты с какими-то необычными местами, которые в своем районе, гулять либо как-то строительные здания, и стали интересоваться историей, структурой, и это, конечно, интересная тенденция. А как вам кажется, может быть, это потом в дальнейшем поможет уменьшить майфинговую миграцию, когда люди поймут, что можно жить и работать и проводить время внутри района какого-то своего локального, что там тоже хорошо, начнутся думать не о том, что нужно ездить только там в центр, допустим, да, что только там все построено. Я думаю, что, конечно, вот эта тенденция тебя тени к центру, она несколько слабнет, но не сейчас полностью, но многие и творческие профессии, и архитекторы, и архитекторы, все два месяца стало понятным, что возможно работать в конструкции, и возможно то есть многие заказчики посмотрели свою позицию в личных совещаниях и собирают совещания и общения через электронные платформы, через Zoom. И мне кажется, многие комьюнити творческие, они тоже подкрыли ценность времени и открывающиеся возможности вот в таком положении. Возможно, они будут формироваться и филизироваться на каких-то центральных территориях, районах. Например, мои друзья, творческие ребята организовывают большие загородные поселения, где они работают, отдыхают, то есть там комьюнити, которые общаются внутри себя, и у них связаны через интернет. И они начинают жить большими поселениями и создают ценность природы и возможно, пока они планируют возвращаться в центры, свои модные офисы. Но мне кажется, время покажет, но наверное, это даст большой, ну и сейчас происходит, прием проекте, какие-то магазины, кафе закрываются безобратные, какие-то небольшие местные палочки, наоборот, чувствуют себя очень хорошо и очень востребованные. И люди уже едут в небольшой маркет, даже в центре, огромное расстояние, ну, можно обеспечить дистанцирование, но все равно такое скопление людей, что небольшой магазин в районе, где здороваются продавец, и мне кажется, такое потепление отношений с людьми внутри района и между соседями, оно уже будет. То есть такой спрос на локальность, как новый тренд? Мне кажется, да, и мне кажется, какая-то социальная позиция у многих людей стала в приоритет, то есть помощь своим пожилым соседям, а у у нас в доме организована помощь, появились какие-то связи с соседями через обеспечение, через неформальное общение, появились домовые чаты, и это, конечно, для меня до этого я не... Хотя раньше этого не было, да, до этого вы даже не знали своих соседей, да, да, то есть в моем доме конкретно этого раньше не было, сейчас это для меня очень позитивная тенденция. Добрососедство. Добрососедство, конечно, соседство, есть добрососедство, есть суббор, есть сообщество, которое смотрит за своим двором, и это пространство становится не ничьим, а его операторами становится не жилищник, а сами люди, и это очень важно. И мы в наших проектах стараемся создать при помощи анимации проект, ну, то есть создание комьюнити, это большая работа, а сейчас процессы запускаются в случае вот какой-нибудь, ну, то есть есть и позитив в ситуации, которая сейчас с нами происходит. Возможно, мне кажется, на людей вокруг, которые в июне, вот, сейчас очень важны, как говорится, друзья и общение. Раньше не было преград, да, ты мог запросто приехать в центр, сейчас миграции невозможны, и поэтому люди общаются внутри района. И, наверное, это такой один из важных про который мы тоже внутри нашего бюро говорили, изменится прикрытие дворов, скверов и парков. Ну, очевидно, что придомовая территория дворовая должна стать больше. Ну, во-первых, опять к автомобилистам, да, конечно, очень хочется стать, ну, понятно, пространство автомобилей важное нужно, и для других пользователей двора, это и жюри пользователей, и молодежь, и подростки. Как мы с нашими подростками прекрасно в курсе выяснили, что они совершенно не видят ципологии для них в городе. То есть для взрослых, для детей, детские пространства, игровые пространства, а для подростков они не участвуют в участвующих сессиях, и так далее, они установлены, и у них нету этого места, поэтому они входят в такое тяговое поле, и для них в основном смотрят спорт, это тоже наша задача создания новых ципологий, и что же такое. Но есть мысли, надеюсь, скоро получится отрализовать. А вот у меня вопрос, если бы сейчас оперативно появился запрос на создание вообще с безлимитным бюджетом, скажем так, то есть можно себя вообще никак не ограничивать дворового пространства, детской площадки, закладывали вы бы какой-то коэффициент на социальную дистанцию, на возможность на этой площадке объединиться в какие-то группы или куда-то уйти, не соединяя людей, ну то есть вот насколько бы этот коэффициент был высоким сейчас, или бы все-таки подумали, ну все пройдет, все закончится, человек социальное существо и все равно будет тянуться к другим людям, поэтому, например, можно сэкономить этим пространством и добавить в него что-то другое, вот насколько вот есть ощущения? Ну, наверное, игнорировать то, что сейчас происходит невозможно и всегда есть вероятность повторения и какие-то последствия с нами будут еще в временных рамках надолго, поэтому, конечно, это накладывает отпечаток на архитектуру и в плане общественных пространств наверное, это открытость просматриваемость возможно иметь несколько площадок не отзыв входов и выходов например, да, там с каких-то проницаемых отсутствия треховых внутри двора закольцованных прогулочных также до смешного то есть мне кажется типология длинной скамейки это в прошлом востребованные единичные например уличные единичные уличные мебели где-то можно да, как мы называем кулуары швыкальницы и забыла нашу типологию но в общем но типология в любом случае будет появляться и она будет конечно рассчитывать социальное дистанцирование и возможно уединиться если необходимо детскими пространствами тут конечно ну то есть сейчас примеры появляются то есть размеченные зоны где ты можешь лежать на пляже где ты можешь находиться на площади все это существует но сложнее скорее уже существует там ужин под колпаком на открытой террасе это уже наша новая реальность детскими пространствами это конечно намного сложнее мы много про это размышляем потому что много проектируем детский слой вообще в городе как он изменится то есть наверное мы говорим про присутствие на детских площадках целый слой который тот изменит как ребенок себя в городе и какие процессы происходить ну это сложнее потому что детская технология очень сильно завязана на взаимодействии и взрослый может посидеть в одиночестве почитать книгу то есть как альтернатива с книгой по дворе или на площади для ребенка для ребенка более сложная задачка ну возникло детские зоны также будут книг и будут отделяться конечно я надеюсь что это не приведет к нас к идее расставленного оборудования от расстояния потому что это совершенно бьет игровую камеру вот ну сейчас как раз один из насущих вопросов наших проектов которые сейчас уже идут и там именуемо есть детские зоны и мы про них думаем обсуждаем как же это можно интегрировать ну то есть сохранить игровую ценность сделать среду насыщенной но сделать ее более безопасной то есть это очень понятно скорее вопросы которые мы ставим ответы пока таких явных их пока нет вот я смотрела ваш проект Дюны он мне конечно очень понравился и за покрытие я даже там наводила смотрела что все очень такое эко и она как раз вот кажется этот проект как-то отвечает скажем так за делом на будущее честно говоря когда я его смотрела мне казалось что как-то мы как-то знали немножко потому что она и растянута и есть зонирование мне очень понравился этот проект честно говоря вот помимо всех остальных ну этот проект да он ну на самом деле пространство было для детства отличной детской площадки для всего что хотелось запрос был закачивать очень небольшая площадь и если смотреть на стандартное оборудование там пятилиц качели песочница и крусель у нас была задача создать насыщенное игровое пространство где можно играть использовать разные сценарии игры то есть мы делали детский тест-драйв где дети рассказывали во что же они там играют и не было однозначного ответа тоже мы назвали это дюны но у кого-то это была нора у кого-то там это было еще двух одинаковых не было это мне кажется самое важное одно из важных в игровом пространстве это неоднозначность игрового сценария вот то есть например волшебный замок можно играть волшебный замок а в это пространство можно играть по-разному для каждой и на это очень важно когда площадка используется в комплексе используется не в центре города когда это происходит раз там в месяц которые используются ежедневно для площадок очень важная какая-то вариативность вот ну конечно вот эти убежище укрытия внутри нора ну да такое наверное предвидение будущего вот что здесь можно быть открытым нужно спрятаться и быть видимым но с помощью телескопа видеть что происходит орудие хотела спросить ну вот нам тоже пишут о том что придворовая территория это всегда ассоциация там детская площадка и невозможно пользоваться там взрослым либо взрослые ее используют не по назначению а возможность перед трансформацией например дети поздно вечером в любом случае там не гуляют да какие-то какие-то сооружения да малые архитектурные формы которые меняются от времени суток например не знаю три разных стадии одной площадки вообще такие встречались идеи мне потому что я нигде такого особо не нашла что это сначала там для маленьких детей в определенный период дня да и если это хороший двор и там хорошие соседи то всегда можно договориться потом не знаю для подростков а вечером не знаю для желающих поиграть в домино или какие-то шахматы уличные нам сигнализирует что 5 минут осталось постараюсь кратко есть конечно вариации ну и аналоги модульности но насчет детских пространств это сложнее потому что различается для то есть для категории детей для совсем маленьких определенные критерии безопасности должны быть и безопасности и игровых сценариев и вообще событийности площадки то есть они отличаются потребности например двух лет их очень сильно отличаются от потребностей десятилеток да то есть поэтому с детской судьбой эти зоны должны располагаться рядом но они не могут быть внешними потому что дети мешают друг другу и правильные процессы но что касается русской стопологии это вполне теперь может быть история проектов паблика молодожи мы подумывали как пространство может реагировать на струну потребности как настраиваются отдельные модули как она может и это очень отличная тема и интересно бы ее развивать ну на самом деле мне еще вот кажется чтобы подытожить что очень важно сформировать и жителям и горожанам свой запрос на то что они хотят и как-то вот как раз создание комьюнити возможность объединиться высказать свою точку зрения как-то привнести она очень важна потому что что-то делают люди молчат и нет реакции то есть здесь как раз нужно общение и понимание о том что есть обратная связь и что как раз необходимо какой запрос то и реализуем вот поэтому это конечно очень важно ну конечно пользователи кто будет пользоваться этим пространством они конечно должны влиять на принятие решений это очень важно да Анастасия спасибо большое за эфир вот мне кажется что мы так много тем смогли объять архитектура важная часть будем наблюдать за вашими проектами за тем как люди будут возвращаться я думаю вам сами будет интересно наблюдать как люди будут возвращаться в точке притяжения в общественное пространство вот и будем на связи спасибо большое да спасибо спасибо вам да было очень интересно как раз поднять эту тему и для себя тоже зафиксировать как средство состояния вот на сегодняшний момент да спасибо большое да счастливо всем пока